Ну что, друзья, мы продолжаем. И кроме аппаратных исследований, мы проведем еще элементарные замеры на растяжку и гибкость. Вот ты можешь дотянуться ладошечками как-нибудь до пола? А коленочки ровненькие, чтобы были? Ну, я вот пятью измерю. Вот, все, да? Можешь до большого пальца дотянуться? Ну, можешь, можешь колени только ровненькие, хорошо, хорошо. А вот сидя, если ты сядешь в полушпагат, скажем так, ага, это все, да? Это все. Ну, попробуй дотянуться до одной ножки и до другой. Чудесно, чудесно. Какая ты большая молодец. У тебя все? А попробуй положить, вытянуть, хорошенечко, коленочки и мизинчики опустить к полу. Нет, вот так. Вот так в сторону. Опа! Ой, какая ты молодец! Смотри, какая ты молодец! Ну, давай мы немножко с тобой поработаем. Давай, наверное, мы начнем все-таки не с гимнастики, а с увеличения, небольшого увеличения растяжки. Вот ты сядь. И мы отмечаем, вот это все, это максимум? Вот это максимум. Ну, на паркете нам видно, как, да? Я сейчас не все возможно показать в одном видео, но сейчас я проведу небольшой кинезиологический массаж, который нам даст возможность, что сделать? Что сделать? Попробуй стабилизировать ту ножку рукой. Тянется? Да. А там не двигается. Все-таки там чуть-чудочку сдвигается, но здесь достаточно много. Согласна? Да. Больно? Ну, слева да, справа нет. Смотри, интересно, мы, наверное, сантиметров 10 выбрали, и тело тянется, как пластилин. И дрессировкой мы много не сделаем. То есть так, оставляешь. Так, пупсики мои. Эй, мы там взбинули всю настройку. Держи. Давай попробуем с этой стороны увеличить. Я работаю сейчас с нейролимпатической точкой меридиана Эрикард. И он связан как раз таки с приводящими мышцами. Но мы не очень сильно увеличили эту растяжку, не очень сильно. Но все-таки какой-то диапазон есть, и на тренировках он бы достигался, ну, болезненными какими-то процессами. Согласна, да? Да. Давай мы сейчас повторим твои наклоны. Нет, я имею в виду к одной и к другой. Так. Пробуем. Что-то поменялось? Да. И в другую сторону. Я теперь могу достать. То есть, но тебе не было больно, и это достигалось не дрессировкой мышц, а тем, что мы высвободили определенное количество стресса из ассоциированных с приводящими мышцами точкой. Давай ты еще поставишь ножки утюжком, и мы посмотрим, сможешь ли ты, увеличится ли угол. Увеличился? Да. Ты знаешь, сколько в балете с этим мучается? Актуально для города? Санкт-Петербург. Так, сколько мы поработали? Ну, мы, собственно, и не работали, мы развлекались. Показать тебе точечки, которые я натирала? Да. Поднимайся. Апа-па-па-па-па-па-па-пам. Сейчас, секунду, я возьму какой-нибудь предмет. Вот эти, посмотри, вот здесь находятся точечки, я потом наклею. В следующее занятие, я надеюсь, что я успею купить самоклеящуюся цветную бумагу, эти шикарные мальчики у меня будут все оклеены. Вот эти точечки я тебе номинала в тот момент, как мы обозначили телу задачу. И наше тело хранит колоссальное количество вот таких секретов, когда мы можем в разы увеличить диапазон движения, каких угодно показателей, от физических до, ну, собственно, ментальных, творческих. Потому что наш мозг, это производное наше тело, наше тело производное нашего мозга. Мы будем делать разбивку, прежде чем перейдем к следующим упражнениям. А, давай. Так, ну слушай, ну разница есть. Ты не дотягивалась до большого пальца. Да. Как быстро можно решать проблемы, если знать подход. Если мы разговариваем с телом доверительно в полголоса, то оно доверяет нам гораздо быстрее, дает более глубокий отклик, нежели мы принуждаем, заставляем его какими-то болевыми приемами. И я с удовольствием буду с вами делиться этими приемами дальше. Еще раз, мы будем делать разбивку, прежде чем к гимнастике перейдем? Или одним кадром? Давай сделаем. До следующего кадра, друзья. Спасибо.